Здравствуйте, дорогие зрители и зрители моего канала! Жанна Гент-Нумер, с вами Жанна из Германии. Продолжаю я тему-тему Ватикана, Круиза, Мистики. И видео получаются такие длинные, прям предлинные. Но... Так, что-то я поправляюсь, да? Ну, как вот я уже обещала, показываю, что было дальше на следующий день. И решила я показать вот эти фейк-билеты. Фейк-билеты. И вы, как я вам и говорила, вот они, фейк-билеты. Вот такой вот билет выдается... Это фейк-билет. Вот смотрите, видите номер? Вот такой номер. Был у всех у нас, которые поехали на эту экскурсию. Видите, что за бумага? Ну, на ксероксе. Они, видимо, это агентство получило два билета, они сделали с них копию. Надежда в том, что туповатые полицейские не увидят, что у всех одинаковый номер и на справедливости. Вот это я вот оставила я на память о этом путешествии. Вот вы видите, вот приплывают, значит, вот такие билеты на экскурсию. Вот в этот порт прибывает. Это вот Рим. Рим недалеко. По-моему, в час езды или полтора часа, не знаю, он быстро автобус ехал. Сколько столов тут не написано. Но он дорогой был. Дорогая была поездка. И вот как я вам обещала, еще одну вещь показываю. Вот такую карту дают по прибытию. Вы когда оформляетесь на корабль, вам дают вот такую карту. Это ваш документ. И здесь есть дырочка. Это чтобы в нашею вешать еще, как сказать, ну, для удобства. У всех детишек они бегают с этой карточкой, взрослые вот с этой карточкой. У меня в кармане было. С этой карточкой вы заходите в номер. С этой карточкой вы покупаете напитки. У нас была еще отдельно карта на алкогольные напитки. Мы заказывали заранее через сайт. И алкогольные напитки были дешевле, если вы заранее алкогольную карту оформляете. Ну, как я уже говорила, алкогольная карта не обслуживается. Где вы обедаете? В ресторанах только в барах, вот в ресторанах по меню. Там вы можете использовать. И если остатки денег, вы только можете купить ликерчик маленький. Покажу, какой. Видите, тут так удобно. Телефон. Если с вами что-то случилось, вы звоните. Тут ваш номер, чтобы вы не забыли, где вы и когда. Так. Видите, здесь тоже все расписано, куда звонить и что. В общем, удобная вещь. И вот детишки, говорю, вот у них веревочка, они с этой, которая цепляет. Вот так вот. Покажу в следующий раз. Покажу там, что мы привезли оттуда. И вот цеплятцы бегают. Детишки. У детишек, кстати, как еще узнается, вот здесь нажмите, там был бар, и много молодежи. И по этим карточкам бармены видят, отпускать вам алкоголь или нет. Может быть там детина-детина, а ему нельзя пить. Поэтому они по карточкам видят, можно или нельзя. Так. Продолжение. На следующий день мы посмотрели, наши деньги вернули. Но так как я была в Мексике, и был такой интересный опыт. Когда мы прибыли в Мексику, это был 2011 год, в декабре мы решили исправить Мексику в 2012 год. И нам говорят, сказали трехзвездочный, по-моему, отель, ну такой, недорогой. И нам говорят, а мы вас сюда не поселим. Извините, пожалуйста, но вы будете жить в другом отеле. Мы такие, такое сразу кривое лицо сделали. Но нас поселили в пятизвездочный отель, и мы там, по-моему, четыре дня жили. Представляете? Иберастар Тукан. Ну, по-моему, через два отеля от нашего, от нашего ацтека был. Это Плайдаль Камон. И последний, как-то он, не последний, но как бы там вот идет череда-череда отелей, и там вот этот отель, а потом уже долго-долго идет зона, где одни камни, и вообще ужас ужасный. Прекрасно-прекрасный отель, и я это рекомендую. Расскажу о Мексике. И, значит, пятизвездочный отель, там, в общем, шик, блеск, красота, это просто фантастика, какая кухня, там интерьер, и зоопарк, и все такое, все такие дела. И когда пришел срок уже нам в свой отель, нам оплатили такси, хотя там пешком можно было дойти, агентство. И потом нам еще дали гудшайн, как бы, на массаж каждому. Представляете? Такси оплатили, хотя там сто метров идти, или сколько там, вести. И еще гудшайн, хотя мы жили в пятизвездочной отель, перешли в свой трехзвездочный. Я такая думаю. Тут, значит, нам испортили вечер, простояли мы на холоде, промерзли, ну, вернули деньги, как-то меня это не устраивает. Деньги вернули. Каждый дурачок может вернуть деньги, там уже и понятно было, что деньги вернутся. я такая пошла в это экскурсионное бюро, такая говорю, девушкам говорю, деньги-то вернули, говорю, и что это все, что вы хотите нам сказать? И как-то мне это непонятно. Девушка такая, ну, вот ждите, что-то еще будет. Я говорю, сколько ждать-то? Вот сейчас 12 часов дня, и вы как-то, ничего, и мы от вас не видим, кроме как вы вернули нам деньги на счет. Ну, вечер-то испорчен, я так еще минус сделала такой несчастный. Вечер-то испорчен, опечатления на весь год тоже испорчены. Она такая, ждите, я говорю, до какого времени-то ждать-то? Она такая, ну, к 8 часам что-то будет. Я такая, думаю, ну, отмазываются, наверное. А немцы, кстати, они, когда мы еще возвращались, возвращались на корабль, все уже скоперировались. Вот что хочу сказать, да, вот если немца надуть, он будет злой, он не привык, потому что немцы, они работают с утра до ночи, и, как говорится, пашут, 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 то деньги просто так не достаются, и когда они покупают что-то, какой-то сервис, они хотят, чтобы так же к ним и относились, и поэтому был для них это шок, и это был вообще неприятная очень вещь, и тем более я рассказала, что и детей, и детям это был стресс очень сильный, психологический. И они сразу скоперировали, значит, все обменяли, лист мы создали, значит, как мы будем бороться и предъявлять претензии, если что, всей группой. и я такая думаю, надо все равно поднажать, потому что, как говорится, не потопаешь, не полопаешь, имейте в виду. И вот я пошла, значит, 12 часов, такая вот беседу там провела, потому что, думаю, надо, чтобы они не просто вернули деньги, а что нам дали гудшайн, вот какое-то извинение в денежном эквиваленте, плюс к сумме, которую нас вернули, к нам вернули. Вот я их так выразила, еще там братьев по несчастью встретила, пообщалась с ними, что они думают, я говорю, вот это тот и тот сказал, они, ты молодец, типа, молодец, что-то там поругалась с ними. А потом с девчонкой из бара вот пообщалась, она говорит, правильно сделала, так надо, говорит, с ними. И тут мы сидим, значит, Монако тут рядом проплывает, мы проплываем мимо Монако, у всех такое радостное настроение, капитан корабля ходит, значит, гуляет, тут с людьми общается, и я такая, смотрю, он мимо нас такой проходит, я говорю, можно вас на минуточку? Он такой, что вы хотите? Я говорю, вот, вчерашнее, ну что вы, деньги, говорю, вернули, ну вы знаете, вот как-то это неприятно, все равно, деньги-то вернули, а настроение-то испорчено на весь год, так неприятно, и вообще, и что, только в деньги вы вернули, а мы не видели ничего, не праздничная программа, ну, ну, такое лицо несчастное сделает, но он такой, ну, мы обсудим это, мы обсудим, ну, мы постараемся, что-то там, ля-ля-ля-ля-ля, и быстренько от меня убежал, муж мне такое говорит, а муж у меня, кстати, такое, он меня с утридцатой подтюкивал, типа, а, вот, ты недовольная, но ничего не скажешь, я думаю, я скажу, говорю, без проблем, и самое интересное, он сбежал, когда я разбиралась в бюро путешествия, он сбежал, он говорит, не буду я с этим ругаться, но он считает, что грязную работу должна была делать я, и я, значит, капитана-то вот так обработала, он говорит, что-то капитану-то пристало, я говорю, что я пристала, говорю, я все, я говорю, я знаю, что говорю, это ему неприятно, и он обязательно скажет менеджеру, типа, что вот ко мне тут пристает всякая ерунда, иди разберись, и дай им гудшайн, а то они меня допекут, все эти 150 человек, и, значит, коктейльчик попили, Монако ушло, было уже далеко за бортом, спускаемся мы, значит, в номер, переодеться на ужин, и уже лежит, значит, письмецо, по-моему, даже письмецо сохранило, да, на память, и они, значит, такое огромное, огромное письмо, и главное, они, вот оно, письмо было, капитанам и главным менеджерам, подписанным, и они пишут всегда на имя женщин, но у меня все время было не на имя моего мужа, а именно на мое имя, я думала, что это у всех было на имя, на имя женщин, потому что, чтобы женщин ублажить, чтобы они успокоились, и там, значит, было написано, что 50 евро мы делаем вам в лучшайне, там много-много-много слов, сами вот видели, и мы даем, значит, вам как бы 50 евро лучшайне, как называется, как бы плюс к вашему счету 50 евро, и вы можете это потратить на нашем корабле, то ли шоппинг, то ли там напиться с радостью, и муж такой говорит, это, говорит, 50 евро только, говорит, на нас двоих, я говорю, нет, тут написано, говорю, 50 евро на человека, он такой, нет, типа, на нас двоих, я говорю, ну, прочитай внимательно, я говорю, ты немец, что-то не можешь прочитать внимательно, нет, 50 евро только на двоих, пошла я, значит, на рецепцию, это 50 евро, говорю, на одного или на двоих, он такие, на каждого, кто вот был на экскурсии, вот, значит, если вы были на экскурсии, заплатили, значит, на каждую по 50%. Ну что? Я тут такая на радости, такая думаю, ух, денежка от Деда Мороза, от Санта-Клауса, от Папы Римского, надо что-то купить. Пошли в магазин и купили, значит, мужу моему джемпер от Хугабосс, там были скидки. Вот что хочу сказать, вот моего мужа одеть, это просто проблема. Проторчали там 3 часа, перерыли весь магазин, я бы сразу себе что-то нашла в течение полчаса и быстренько купила и всё. 3 часа, 3 часа, ему это не нравится, то ему не нравится, то мне не нравится, то... В общем, мужчина сложный, очень сложный, женщина намного проще в планшопе. Ну, в общем, купили молодой джемпер от Хугабосс, такой хорошенький, тоненький, стопроцентный ХБ, и сначала он понравился, я говорю, мне нравится, он говорит, манёвый, красивый, в общем, давай. Кстати, парнишка там работал, работает, понимает русский, а он болгарин. Он говорит, ну тебе надо, я говорю, ну пошли мне. И вот купили вот этот браслет. Сваровский. Самое интересное, да, там вот что хочу сказать, там же корабль как бы duty-free, и цены там дешевле, на 5 евро этот браслет, он дешевле, чем на земле. Вот он такой гибкий. Ну, как, не знаю, это первое изделие у меня от Сваровский, в общем-то. Что хочу сказать об этом браслете. Ну, он так цепляется, потому что камешки закреплены, так что такой одежды, где меха и мохнатости, он может цеплять. Девушка обещала, что, дескать, не будет он темнить. Там латунь же, у них латунь. Так. Ну, это муж выбрал этот браслет, там был еще какой-то, мне вообще что-то другое, много чего другого нравилось, я хотела серебра, что-то он сказал, фу-фу-фу, бе-бе-бе, и вообще пошлость какая-то, ну, какой-то такой оригинальный. И он говорит, вот что ты не хочешь браслета Сваровский, мне нравится. Ну, я думаю, ну, мужчине нравится, надо. 54 он стоит. Так-то он, по-моему, 59 стоит на официальном сайте Сваровский. Ну, думаю, ну, вот ему нравится, значит, я ее куплю. Подамся его вкусу. Первое изделие Сваровский. В общем-то, вот видите, колечко моду не подходит. Хотя у меня есть от этой фирмы такой браслет интересный тоже. Вот. Так что это браслет, это воспоминания об этом Круизе, и подарок Папы Римского, Франциска. Так что вот такое вот мистическое место Ватикан. Что мы получили? Получается, мы без оплаты поели в ресторане, без оплаты получили эту экскурсию, вот получили подарки от Папы Римского, получили праздничный ужин. Считайте видео, это получилось как бы без оплаты, ну, этот автобус без оплаты. Но хочу сказать, это все же за наши такие терпения, труды, то, что мы простояли на холоде там с полшестого до скольки, до полодиннадцатого, что ли, мы там стояли, до скольки, то уж не помню. Но пять часов-то точно мы стояли. И за наше терпение получили мы подарки. Вот подарок от Папы Римского. Вот я говорю, это подарок от Папы Римского. Такая вот интересная вещь. И что хочу сказать. Вот они, таким образом, они репутацию свою не упали грязью в лицо. Лучше дать какие-то небольшие деньги, чем упасть, свою репутацию зачернить. Хотя они в этом не были виноваты. Они столкнулись с этим первый раз. Ну, у Аиды, у Косты хорошие адвокаты, юристы, так что они эту фирму разуют очень хорошо. И все, что они нам уплатили, они с этой фирмы получат. Так что не стоит, не стоит, не стоит обманывать. Вот эта фирма думала, что она, значит, получит выигрыш, она получила, конечно, проигрыш. Вот такое вот впечатление, вот такой опыт, вот такие мои советы, вот такое длинное видео. Подписывайтесь на мой канал, будет много чего интересного. А на этом я заканчиваю. До свидания, мои дорогие. До свидания.